Друзья, всех приветствую! С вами Анастасия Филипповна. И мы с вами сегодня разберем номер 10 из ОГЭ по математике. Это задача на теорию вероятности. Я знаю, что у вас сейчас в школе вроде как ввели такой предмет, как отдельный урок. Так вот, в случае с ОГЭ и задачей номер 10, самое главное, это забыть все, что вы проходили на этих уроках, ССН, пока я все в этом духе, факториалы, и не усложнить. То есть задачи в ОГЭ на теорию вероятности максимально просты, где достаточно знать просто определение. В целом раздел теории вероятности считается одним из самых сложных, наверное, в математике, но это к ОГЭ не имеет никакого отношения вообще. Значит, что нам нужно знать, чтобы решить любую, абсолютно любую задачу из ОГЭ по математике? Определение вероятности. Что такое вероятность какого-то события? Это количество благоприятных исходов, делительное количество всех исходов. Честно говоря, я даже не хочу сейчас разбирать это на примере, потому что у нас очень простые задачи. Сейчас мы на этих задачках и прочувствуем определение вероятности. Значит, у бабушки 15 чашек. Я всегда рисую такую, ну типа краткую запись. 15 чашек, из которых 9 с красными цветами, а остальные синими. Значит, есть 15 чашек, а 9 с красными цветами, а остальные синими. Ну, мы типа не переломимся, если посчитаем, правильно? 15 минус 9, получается 6 чашек синими. Других видов нет. Зеленых, фиолетовых нет. Только красные, синие, 9 и 6. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что эта чашка будет синими цветами. В общем, нам нужно вытащить синюю чашку. Представьте, у вас в темной комнате стоит 15 чашек. И вы вслепую наугад тянете одну. Я начинаю всегда писать со знаменателя. Значит, вероятность события – это количество благоприятных исходов, которые мне подходят, делить на количество всех исходов. Какое у меня сейчас общее количество исходов? Столько, сколько всего чашек. Потому что я могу вытащить любую из 15. Я же вслепую тяну. Поэтому всего исходов у меня 15. А сколько для меня сейчас благоприятных исходов? Столько, сколько синих чашек. Потому что меня спрашивают вероятность вытащить именно синюю. Значит, благоприятных 6. 6 исходов из 15 мне подходит. Значит, вероятность 6,15. Если бы меня спросили, посчитайте вероятность вытащить красную, я бы сказала, у меня всего чашек по-прежнему 15, а красных 9. Значит, подходящие исходы – это любая из этих 9 красных чашек. Это мне ок. Из 15 возможностей. Был бы ответ 9,15. Но, как сказать, с дробью обычно все нормально у вас. Тут надо еще чуть-чуть поработать с дробями, сократить, перевести в десятичную. То есть на применение определения вероятности этот номер не заканчивается. 6,15. Так, сокращаем на 3. Что получаем? Здесь 2, здесь получаем 5. Итого 2,5. Напомню, как переводить десятично. И то, и то умножаем на одно и то же число. И числитель и знаменатель. Чтобы от пятерки перейти к десятке, надо умножить на 2. 4 десятых. Что такое 4 десятых? Это 0,4. Все. Вот такого уровня будут все задачи. Наверное, это не очень интересный ролик получится, но главное, чтобы вы заработали этот балл за десятый номер, и все. А в десятом-одиннадцатом классе вы уже научитесь решать прикольную, классную, иногда сложную вероятность. В среднем из 80 фонариков, поступивших в продажу, 12. Вот тут, смотрите, еще слово написали, а наш мозг в математике ищет числа. Но тут 12 написано словами. 12, да, все правильно. Значит, у нас есть 80 фонариков, и нам сказали, что из них 12 неисправны. Найдите вероятность того, что выбранный на удачу фонарик окажется исправен. Вот, тут важно правильно читать условия. Из разряда спрашивают вас одно или другое. Обычно две возможности всего, но не всегда. Значит, ну, как всегда. Если у нас всего есть 80 фонариков, и из них 12 неисправных, то сколько исправных? Логично, 80 минус 12, 68. Так, что нас просят посчитать? Вот зеленым выделено вероятность того, что фонарик будет нормальный, исправный. Количество благоприятных исходов делить на количество всех исходов. Сколько всего исходов? Считайте, что я снова вслепую тяну фонарик. А всего исходов столько, сколько фонариков. Вот в темной комнате у меня лежит 80 фонариков. Я могу вытащить любой из 80. То есть всего исходов 80. Любой из 80 могу вытянуть. А сколько для меня подходящих, благоприятных исходов? Я сейчас считаю вероятность вытащить исправный фонарик. Значит, подходящих исходов ровно столько, сколько этих фонариков. 68. 68 восьмидесятых. Поехали, сокращаю потихонечку. Делю на 2 тридцать четыре сороковых. Делю еще на 2 семнадцать двадцатых. Дальше поделить я ни на что не могу. Я вынуждена это все дело переводить в десятичную дробь. Это обязательное условие. Такую дробь я не могу в ответ записать. То есть номер на вероятность, он еще до кучи номер на работу с дробями. Можно делить столбиком, но я не фанатка такого способа. Я больше за основное свойство дроби. От двадцатки к сотке легко перейти. Основное свойство дроби и то, и то умножаю на 5. Одновременно от этого дробь не меняется. Одна вторая, две четвертых, девять восемнадцатых. Все это одно и то же. Так, значит, здесь будет соточка. Пятьдесят семь на пять тридцать пять, восемьдесят пять соток. То есть ноль целых восемьдесят пять соток. Мне кажется, здесь больше не о чем говорить. Давайте пойдем дальше. В фирме такси в данный момент свободно двадцать машин. Я даже не дочитываю условия. Я начинаю рисовать опять вот эти стрелочки. Какие случаи у меня возможны, чтобы понять, что происходит. в условии. Потом я, скорее всего, после этого смогу ответить на любую вопрос-задачу. Значит, двадцать машин. Какие же цвета? Две черных, две желтых и шестнадцать зеленых. Давайте проверим, действительно ли они исчерпываются этими цветами, все машины. Два плюс два – четыре. Четыре плюс шестнадцать. Действительно двадцать. То есть все, вот других возможностей нет. Две черные, две желтые, шестнадцать зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет желтое такси. Ну вот, тут как бы все исходы равновероятные. Да, считаем, что у меня снова двадцать машин где-то раскидано. И любая из них, ну, у нас сейчас в девятом классе все исходы равновероятные. То есть формально, если бы какая-то была там дальше, чем какая-то, ну, сейчас я не туда пошла, конечно, зря я это говорю. Но вообще в жизни, конечно, там же по радиусу, ну, сначала задает какой-то радиус программы, я думаю, и сначала выищет среди тех машин, которые располагаются ближе, потом расширяет радиус. Короче, в жизни все работает немного не так, но у нас сейчас упрощенная модель. Значит, считаем, что с одинаковой вероятностью ко мне может приехать любая из этих двадцати машин. Вот. А надо посчитать, что приедет именно желтая. Так. Количество благоприятных исходов делить на количество всех исходов. Знаменатель у вас всегда больше. Ну, или равен на самом деле, но почти всегда больше. А сколько всего исходов? Вот 20 машин свободно, значит, ко мне может приехать ровно любая из этих двадцати. С одинаковой вероятностью. Значит, всего исходов двадцать. А мне надо посчитать, что приедет именно желтая машина. Значит, благоприятных исходов ровно столько, сколько желтых машин. То есть две. Сокращаю. Одна десятая, но в целых одна десятая. А как можно было бы чуть-чуть поинтереснее сделать эту задачу? Ну, например, меня могли спросить, какова вероятность, что приедет желтая или зеленая? То я бы сказала, значит, мне и желтая машина норм, и зеленая машина норм. То есть благоприятных исходов было бы столько, сколько всего желтых и зеленых машин вместе. Тогда у меня было бы 2 плюс 16, 18 благоприятных исходов из 20. Вот. Могли спросить, какова вероятность, что приедет не желтая машина? Я бы сказала, ага, значит, для меня благоприятны все машины, которые не желтые. То есть всего 2 плюс 16 тоже, 18 из 20. В общем, разные могли быть условия, но тут они даже с этим не стали играться, а ставили вот самые-самые базовые, самые простые. Ну, понятно, что могли спросить не про желтую, могли спросить про черную, могли спросить про зеленую. Вероятность того, что приедет зеленая, например, 16 из 20, 16 из 20. Ну вот. То есть, казалось бы, можно было разнообразить хотя бы вопрос, но нет. Родительский комитет закупил 20 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года. Вот. У нас тоже учебный год заканчивается, да, с вами. Из них 8 с машинами и 12 с видами городов. Такс. Наша любимая краткая запись для третьего класса. У нас есть 20 машин. Ой, 20, извините, пазлов. Из них 12... Ой, что-то я запуталась. 8 с машинами и 12 с городами. Ну вот. Снова 8 плюс 12. Все. Значит, либо с машинами, либо с городами. Других вариантов нет. Все 20 мы как бы покрыли. Подарки распределяют случайным образом между 20 детьми, среди которых есть Вася. Найдите вероятность того, что Вася достанется пазл с машинкой. На самом деле, неважно, Вася, Петя, Оля, Аня, Коля. Просто какой-то рандомный человек из 20 детей, да. Найдите вероятность, что ему достанется пазл с машинкой. Ну, все то же самое. Смотрите, я Вася, допустим. Какова вероятность, что мне достанется пазл с машинкой? Мне же ровно любой из этих 20 пазлов может достаться. Абсолютно любой. То есть, в целом, я, Вася, могу вытащить как бы любой пазл из 20. Значит, для меня количество всех исходов 20. А вот хочу с машинкой. Сколько тогда благоприятно? Всего 20. Считайте, что в какой-то темной комнате лежит. Мы их не видим. А с машинкой 8. Значит, 8 из 20. Все по стандарту. 4 из 10, 0,4. В общем, иногда, как будто бы вам старается усложнить условие, что вот какой-то конкретный человек. Вы, главное, как-то перефразируйте себе, умеете перефразировать в голове так, что задача становится элементарной. Как правило, когда она вот так непонятно сформулирована, эта задача все равно просто на определение. Ну, плюс в ОГЭ вы заранее знаете, что никакой условной вероятности здесь нет. Тут даже нет теоремы про перемножение вероятности. Тут ничего нет. Тут вот вы кроме определения ничего не знаете. И определение решает вам абсолютно любую задачу на вероятность. Вот в этой задаче можно было, наверное, запутаться. Хотя она тоже самая обычная. В лыжных гонках участвует 7 спортсменов из России. 1, давайте даже буду писать, 7 из России. 1 из Швеции. И 2 из Норвегии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяют жребием, в котором стартуют, извините. Найти вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из Швеции. Так, значит, сколько у нас всего участников? Тут мне не сказали открытым текстом, сколько всего участников, поэтому я считаю руками. Всего у меня 7 плюс 1 плюс 2. Так, 8 плюс 2. 10 участников всего. Из них 7 из России, 1 из Швеции, 2 из Норвегии. Мне говорят, какова вероятность, что первым будет стартовать спортсмен из Швеции? Первый тире швед. Можно запутаться, но если переформулировать себе в голове вопрос задачи и условия, то запутаться нельзя. Давайте порассуждаем. Сколько всего исходов, точнее, сколько всего участников могли стартовать первыми? Вот меня спрашивают, какова вероятность, что первым будет именно швед? Я думаю, а кто вообще мог быть первым? Первым могли быть абсолютно все. Поэтому всего исходов у меня столько, сколько всего спортсменов. 10. А сколько благоприятных исходов? Только сколько всего спортсменов из Швеции, потому что мне надо, чтобы первым был четко швед. Значит, первым может быть любой из 10. Всего исходов 10. А сколько спортсменов из Швеции? Всего лишь один. Получается, данная вероятность 1 десятая. Ну, это ответ. Давайте порассуждаем, если бы меня спросили, ну, просто так, порешаем уже чисто для себя. Если бы меня спросили первый, разные же вопросы могли быть, спортсмен из Норвегии. Как бы я рассуждала? Я бы снова сказала, что первым может быть любой из 10 спортсменов. Абсолютно любой. Всего исходов 10. А сколько благоприятных? Благоприятных столько, сколько норвежцев. Потому что вот любой из этих двух норвежцев меня устраивает. Поэтому 2 из 10 у меня сейчас благоприятных исходов. Ну, и здесь был бы ответ 0,2. Если бы меня спросили, что первый будет спортсмен из России, я бы сказала, первым по-прежнему может быть любой из 10. Всего исходов 10. А сколько благоприятных? 7. У меня сейчас 7 спортсменов из России. Любой россиянин меня, в принципе, устраивает. Поэтому в данном случае ответ был бы 0,7. Как можно было еще усложнить эту задачу? И на самом деле, по-моему, в ЕГЭ есть такая интерпретация. В ЕГЭ вас все время будет спрашивать про первым стартует. И некоторых в 11 классе начинает напрягать, когда спрашивают не первым. Но суть решения, ребят, вообще не меняется. Если бы меня спросили, посчитайте вероятность, что второй это из России. Это то же самое, что вероятность, что первый спортсмен из России будет. Ну, первый стартовый номер будет у российского спортсмена. Потому что, опять, под вторым номером может бежать кто угодно с абсолютно одинаковой вероятностью. Вот про то, что здесь не условное, а самое обычное. Под вторым номером может бежать кто угодно из 10. А что для нас благоприятно? Что побежит россиянин. То есть 7 из 10. Иначе говоря, абсолютно без разницы. Первым, вторым, девятым или десятом меня спросили. У меня решение задачи от этого не меняется никак. Ну, то есть номер на самом деле очень простой. Я постаралась вам сейчас объяснить, что при других вопросах, как надо было рассуждать. Все. Номер шестой. Предпоследний прототип. На экзамене 20 билетов. Оскар не выучил 7 из них. Вот тут не пропустите частицу «нет». В общем, не выучил. Получается 7. Ну, молодец, красавчик. Выучил больше. Вам желаю того же. Надеюсь, вероятность тому, что ему попадется выученный билет. Значит, если он не 7 не выучил, то выучил он 13. 20 минус 7. Вероятность, что попадется именно выученный. Ну, сколько всего исходов? Только сколько всего билетов? Он может вытянуть любой из 20. Это всего исходов. А благоприятные в данном случае это выученные билеты, их 13. Мне кажется, уже не будем останавливаться. 13,20 не сокращается. К соточке приведем. 20 на 5, 13 на 5, 50 плюс 15, 65 сотых. То есть 0,65. Ответ. И вот последняя задача заключительная. 7 видов всего. Вот это 7 прототипов банки FIP. Других «нет», другие вам не попадутся. То есть решайте интересные, прикольные, порой сложные задачи на уроках по терверу, но на УГ такого не будет. Никакой ЦЗН пока вам не пригодится. Ну, вот в 11 классе они на вас отыграются, поверьте. А седьмой номер, и это первый номер, когда нам нужно знать что-то, помимо определения классического вероятности. Это называется теорема о вероятности противоположных событий. Значит, смотрите. Давайте я скажу. Вероятности противоположных событий. Сейчас поймем. Эта теорема говорит о том, что вероятность какого-то события плюс вероятность противоположного ему события – это единица в сумме. В качестве примера. Сейчас скажу. Ну, ладно, тут прекрасный пример – это и есть наша задача. Но давайте что-нибудь другое постараюсь придумать. Ну, например. Вероятность, что завтра будет дождь – 0,2. Посчитайте вероятность того, что дождя не будет. Давайте. Мой пример. Вероятность того, что дождь будет… 0,2. А вероятность того, что дождя не будет… Это получается единица минус 0,2, то есть 0,8. Потому что это у меня два противоположных события. Ну, то есть, смотрите. Событие «дождь есть» или «дождь нет» покрывает мне как бы все мое пространство. У меня нет других возможностей. У меня нет возможности дождь то есть, ну, как бы, то идет, то не идет. Я не знаю. В общем, дождь есть, либо дождя нет. Все это вместе покрывает все пространство. Поэтому сумма этих вероятностей – это единица. Ну, единица – это типа произошло хоть что-то. Вот. Поэтому, если вероятность того, что дождь будет 0,2, то вероятность противоположного события, что дождя не будет, это единица минус 0,2. Мне кажется, более чем логично. Теперь, к нашей задаче. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо… Плохо… 0,02. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найти вероятность того, что ручка пишет хорошо. Но я снова понимаю, что у меня нет варианта ручка пишет так себе. У меня все возможности исчерпываются двумя вариантами. Либо плохо, либо хорошо. Третьего не дано. Это противоположные события. Они как бы дополняют друг друга до полного пространства. Сумма вероятности противоположных событий равна единице. Вот. Таким образом, вероятность того, что ручка пишет хорошо, это единица минус 0,02. 0,98. Как можно было решить эту задачу, если бы вы, допустим, не знали эту теорему, хотя она и интуитивная, мне кажется, гиперологичная, но тем не менее, можно было уйти немного в частный случай. То есть, смотрите, мне не дали количество, а я как бы сама сейчас в частном случае рассмотрю, на частном случае решу. Да, это не совсем корректно, но ответ мы правильный получим. Вероятность того, что ручка пишет плохо, 0,02. Ну, возьму я 100 ручек. То есть, для рандомных 100 ручек у меня получается 2 пишут плохо. Вот. Типа, иначе говорят 2 сотых, грубо говоря, 2 из 100, 4 из 200 и так далее. Ну, вот возьму, допустим, 100. Итак, вероятность 2 сотых, то 2 из 100 пишут плохо. Значит, хорошо, сколько пишут? Оставшиеся ручки 98. Ну, вот. И вероятность того, что ручка пишет хорошо, получает 0,98. Это на случай, если вы не знали про эту теорему, можно было пойти в частный случай, вы получили бы правильный ответ. Вот и все. Я желаю вам подготовки, успехов при подготовке, хорошо сдать экзамен. И еще увидимся с вами на щелчке. В общем, по поводу вероятности ничего сложного здесь нет. Тут прям все прекрасно. Балл, который точно терять нельзя ни при каких обстоятельствах. Пока-пока.